так сегодня буду варить шурпу из баранины вот у меня такая баранина практически ну вот эти куски они вообще без костей а это вот часть ног и еще здесь немножко есть там вот однако вот сейчас развел огонь главный специалист рядом со мной поэтому все должно получиться в общем поделюсь с вами своим рецептом так в общем когда положили естественно сразу начинаем снимать пену потому что это запеченная кровь получается может еще очень я точно не знаю ночью так вот снимаем сейчас пока вода вода короче должна в том закипеть она полностью прокипает и в этот в этот момент она должна быть вообще прям полностью сверху чтобы не было вот этих вот штучек еще так вот маленько надо помешивать как помешаете она прям еще больше пены это всплывает в общем добиваемся такого результата чтобы пены не было совсем особенно когда уже начинает кипеть так но пену вот я снял вот сейчас вода в принципе вода на ее видно на вся прозрачная вот теперь накрываю крышкой убавляю огонь ну сами понимаете да сейчас раз убавил вот и у меня так как это баранина буду варить три часа все потом дальше покажу так ну вот у меня где-то примерно уже час варится и я сейчас заранее туда добавлю добавлю туда лук и чеснок это пока просто для того чтобы это все дело разварилась и он даст туда сок а потом потом уже буду добавлять другие овощи так вот пока повар отдыхает главный повар я еще обычно подсаливаю сначала немного чтобы уже потом как бы распробовать окончательно и уже окончательно потом подсолить чтобы мясо тоже варилась она будет вариться в соли ну в соленой уже воде и она тоже просорится достаточно поэтому вот час прошел все мне там кипит бурлит лук положил подсолим и все ждем еще часа два будет варить так ребята у меня остается примерно час до окончания готовности я добавляю перец горошком его часу смотрю у меня воды маловато потому что она все-таки выкипает я поставил уже чайник сейчас нагрею воду кипятка и буду добавлять кипяток это тоже очень важно такую воду как бы холодный добавлять нельзя так ну и добавлю специи еще прямо уже сейчас не буду ничего ждать я вот люблю специи хмели-сунели мне нравятся вот такие но можно разные конечно мне нравятся такие сейчас добавлю потом буду закладывать уже картофель и еще овощи сейчас покажу ну вот мясо уже вот такой вот получается она уже в принципе разварен разваривается от костей уже отделяется вот смотрите бульон вообще жирный думаю будет очень вкусно так вот сейчас добавлю водички так думаю наверно будет достаточно ничего в принципе сейчас порежу перец помидоры и картошка у меня уже нарезана сейчас ее давайте сразу добавим так сейчас я помешаю ну я тут короче вот мангал печка стоит я в ней плов готовлю тандыр есть вот стол на нем все делаю так что я тут себе все оборудовал так но я думаю картошки достаточно воды достаточно мясо достаточно сейчас попробую на соль соль еще можно подсолить тем более когда кладете перец и помидоры она все это еще дело соль нивелирует вот поэтому добавлю еще соль и и сейчас буду резать уже буду резать овощи так вот овощи у меня готова я их порезал сейчас будем их загружать блин одной рукой неудобно камера то нету поэтому с телефона все одной рукой поэтому так вот так сейчас надо помешать чуть-чуть ну вот сейчас мне нравится что и воды как следует то есть такая она получается довольно таки не жидкая нормальный самый то все теперь закрываю сейчас маленько она еще прокипит я попробую на соль это уже будет контрольный момент тем более главный повар что-то прям подустал вот и уже буду варить до готовности потом потом я там дома приготовил у меня есть лук зеленый лук репчатый нарезанный петрушка укроп ну то есть кому что нравится тот будет добавлять потому что у всех предпочтений разные туда я вложить час не буду одно может быть если только укроп с петрушкой покрошу а лук уже на любителя я вообще когда варю шурпу я люблю чтобы вот овощей было побольше овощей зелени не знаю мне просто так нравится кому-то вот не очень а я вот наоборот люблю для меня это прям вот основное даже сейчас добавил овощи и сразу вкус просто поменялся на 360 градусов совершенно другой сразу вкус он прям ну вкусно получается вкуснее даже чем без овощей поэтому я овощи люблю так надо надо прибавить огоньку чтобы у нас и картошка как поварилась сейчас но сильно тоже не надо потому что она должна как бы вариться бурлить но не сильно чтобы не убегала и не выкипала чтобы все равно как бы варилась томилась вот примерно так оно и мясо доходить будет но вот еще примерно где-то я думаю минут 30-40 у нас на это все дело еще уйдет пойдемте пока варится яблоню покажу может напишите что с ней делать жалко что-то она ну вообще моя самая любимая яблоня и она как-то прям плоховато после зимы отходит может какие надо эти добавить прикормки там или чего там у них называется как удобрения сейчас вот покажу в общем вот такая у меня яблоня ее тут привязывал она у меня падала когда ураган был и вот как-то ветки прям вот они некоторые засохли ну вот так вот она в общем плохо отходит почему-то не знаю даже может еще конечно как-то рано но если остальные уже вот все зеленые стоят то это вот с виду как будто болеет дерево что с ним делать если кто знает напишите потому что яблоки конечно с нее просто превосходная шурпа становится прям золотой смотрите какая красивая ну скоро я ее попробую и точно поймем вкусная она или нет очень вкусно вообще так в общем парни смотрите вот такая вот у нас получилась штука под названием шурпа из баранины сейчас я ее несу домой добавляю зелень и погнали пробовать запах конечно просто капец так в общем вот добавляем вот так вот зелень это у нас получается укроп смотрите мужики накладываем шурпу вот такое вот мясо кусочище сейчас бульон сейчас короче будем с вами пробовать как говорится запах не передать но я стою у меня уже полный рот слюней вот она красота о которой мы мечтали очень долго в общем еще лучка добавили зеленого прям с грядки и сейчас я буду пробовать эту красоту блин конечно вообще особенно после того когда мы ну всю зиму такие вещи не делаешь и вот сейчас вот первый раз в этом году сделали это просто вот будешь сейчас есть вот это все улетит прям за пять секунд мясо оно просто вот вот распадается прям и это баранина это не курица это баранина который просто мягкая горячая но он просто тает и все проживалась даже жевать не надо поэтому рецепт бомбовый готовьте обязательно я уже не первый год это делаю а следующий рецепт я вам покажу как я варю плов тоже будет вот так вот вся семья в восторге ну как вкусно Skull нормально саж мясо мягкая ну ешь Вообще мясо, перец, помидор Вот это оставлю на попозже Очень вкусно Вообще Самый вкусный суп Вообще, во, бомба Просто ракета, пушка, бомба, петарда Супка Вот так Вообще, очень вкусно Всем советую Все, всем пока Будем кушать